Туристический хаб открыли в Амангельдинском районе Кустанайской области. В специальном комплексе смогут принимать до сотни гостей одновременно. Сейчас в Тургайских степях улучшают инфраструктуру, делают это местные власти совместно с предпринимателями. Туристический хаб создали вдоль трассы, которая соединяет центры запад страны. Это место логистически удобно для туристов, которые будут посещать объекты в Тургайских степях. В этом туристическом комплексе разместятся 14 объектов, в их числе кафе, гостиница, водный канал, юрточный городок, сахские бани и спортивные площадки. Часть строения – это своеобразные реплики мировых архитектурных памятников. Здесь уже возвели пирамиду, эфелеву башню и строят тадж-махал. В проект уже вложили почти 3 миллиарда тенге частных инвестиций. Главный меценат – местный бизнесмен Саппар Искаков. На бюджетные средства обустроили подъездные пути и стоянку, установили трансформаторные станции. В южных регионах и в целом нашем регионе это потенциал большой, потому что современная гостиница, современный ресторан, этно-аул и интересные здания, которые мы не сможем увидеть в другом месте. В Магильдинском районе у нас находятся геоглифы. В целом, если 128 геоглифов у нас в стране есть, из них 110 находятся в нашей области. Поэтому это самый крупный проект, за последнее время реализованный. В Магильдинский район едут, чтобы посмотреть на уникальные степи, кочующие пески и тургайские геоглифы, которые, по данным исследователей, появились больше 8 тысяч лет назад. Теперь к ним прибавился и культурный объект – памятник султану Бейбарысу. Его на собственные средства установил меценат туристического хаба. Я в какой-то цели доволен, счастлив, что я исполнил свой долг. Я надеюсь, что эта память будет играть воспитательную роль для молодежи, для повышения их патриотического чувства. Еще один крупный туристический комплекс строят в Денисовском районе. Это будет новое место отдыха кустанайцев и гостей региона. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24КИЗ.